всем привет ребят меня зовут игрок эта игра том классе c division 2 мы открыты бете и ждем загрузку так вот мы здесь сделайте персонажа поворот влево поворот вправо поворот головы выберите персонажа тогда смен пола я могу как-то приблизить посмотреть хотя бы на лицо ну давайте первую часть играл за мужика давайте в этот раз выберем женщину так продолжить с этим персонажем да подтвердить там просто нету никаких других кнопок we took things for granted we expected coffee in the morning we expected free wi-fi when those were taken from us we survived when communications broke down the train stopped and the internet went dark we survived but when the pharmacies were looted and hospital shut down asma became lethal and with no police to protect you did you want a gun did your neighbor some survived we are resilient species when our society collapsed we found ways to go on and now for the first time and centuries what we want is also truly what we need in the face of disaster we helped each other we built new communities in the ruins of the old we adapted we survived established a new normal but there are also those who build nothing create nothing hyenas preying on the weak they've made our world bleed but we don't stand alone a brave few have sworn to protect us and save what remains they unite us remind us that we are one people they are our shield and our light but if that light goes out who can save us then наверное игрок да довольно мрачный трейлер ну как трейлер начальная заставка мусор я вижу мусор что такое основу боя пользуйтесь укрытиями чтобы выжить в бою так в укрытии или выйти из него нажмите пробел воспользуйтесь укрытием удерживайте пробел для перемещения так это я знаю так чтобы воспользоваться граната нажмите г когда будете готовы броску нажмите лкм для пгм и прицел так чтобы восстановить правильно здоровье бою удерживайте в аптечка ясно я играл предыдущая игра я примерно помню чё там как и к чему так сейчас чем меню меню кури настройки проверю так ну вроде бы как все должно быть нормализовано давайте ребят просматриваем мусор в воде наверное это куда увлекательнее чем сама игра давай прибавь шагу дохлый вертолет так у меня немного пингуется ребят первый уровень ну примерно противники моего уровня ну давайте начнем не хэдшоты эти ребята не понимают для того уже надо было забирать а если нет то что так они чё убили его вставай мужик я вижу я же вижу тут и открыты глаза подымайся не притворяйся что спишь с открытыми глазами есть гранатка чё это а пополнить припасы давайте как заботливо здесь поставили эту синюю коробочку он вижу еще противники так есть звуки в этой игре очень хорошее прямо чувствуется за счет звуков оружия поближе давайте да чё мне за это будет я мечтаю попасть в темную зону в этой игре так белый дом я хочу чтобы он разрушился хотя это не моя задача хотеть чтобы он разрушился моя задача его защищать как бы печально это не звучало в пруд тоже можно залезть и здесь что-то лежит а тело так вот вас джентльмены уважаемые я угощу гранатой ну вы чё как-то зло что ли разбежались все ладно пойдем по старинке первый второго забрать не получилось с одной обоймы забрать есть тихо вы даже не укрытись идите вам чё совсем не страшно что вас там расстреливают так вот держи персонально тебе ой кого я вижу страшно что ли стало звуки в игре очень приятны прямо слышишь абсолютно все особенно очень приятные звуки оружия я обычно не подмечаю такую мелочь и ну здесь прямо это слышится давай покажи свою головешку так это свой да это свой зеленый прицел даже показывают да тушите пуканы ну огонь такой себе на самом деле как в assassin's creed unity так ну что ж у меня ключевой вопрос а монумент белый дом обнаружено тела бездыханная меня интересует знать какой вопрос персонаж мы разговаривает или нет так открыть что здесь так подождите это снаряжение да господи как же здесь все непонятно меню как та же самая картина была снаружи мне в этой игре кажется какое было непонятным такими осталось наушники сразу и воздуха появились так подожди она вроде бы проявляет какие-то эмоции но ее лицо такое каменное это такая слишком на расслабоне сидит как будто бы снаружи там ничего не происходит и как будто бы у них там внизу вот трупы не откачивают так куда мне идти как куда кнопку нажать надо это войти это войти ты это это приветствую в ДС я Мэнни Аран Компс я напомню, что вы здесь привезли в Дивизиональный арбургер я рада видеть вас я покажу вам как разговаривали Так, мой персонаж не разговаривает, это прямо видно по ее выражению лица. Убисофт, почему мой персонаж не разговаривает? Какого хера? Это огромный минус, когда не разговаривает главный герой. Блин, бесит. Ладно. Интендент может вам помочь усовершенствовать ваши способности, и он открывает доступ к навыкам. Модификация навыков и преимуществам. Так, с ним надо поговорить, понятно. На операционной базе не хватает людей. Вы можете нанять сотрудников в Белый дом и числа жителей, поселивших или получить доступ к новым услугам на операционной базе. Так, сеть спецотряда не работает, что затрудняет доступ к припасам. Чтобы усовершенствовать операционную базу, участвуйте в операциях спецотряда. Окей. Очень мало дел. Что? Ладно, с кем-то надо поговорить. Пойдемте поговорим. Но выглядит игра красиво. Что? Да, честь отдай. Так, доступ на навыков два. Меню выглядит красиво, но оно, блин, непонятное такое. Так. Науки агента спецотряда основаны на различных платформах, для каждой из которых предусмотрен ряд модулей. Всего в игре доступно 8 платформ навыков. Так, вы получаете доступ к новым навыкам, завершая определенные основные задания. Ну, операции. Платформу навыков можно открывать в любом порядке. Вы сами решаете, какой навык приобрести первым делом. По опыту, в предыдущей части, нужно всегда приобретать аптечку, в первую очередь. Баллистический щит, в принципе, очень любопытная штука. Делает более толстым, но дает он только один пистолет. Так, химустановка. А че такое? Че такое химустановка? А почему недоступно? А, 2 очка стоит. А почему? Импульс. А, недоступно в бета-версии вот эти, вот эти, я понял. Я понял. Так, дрон. Это умение сантехника. Ой, в смысле, техника. Самонаводящаяся мина. Ну, вот эта вот штука довольно любопытная. Я бы такую купил. Так, турель. Химустановка. А че она делает? Почему здесь нету никакого долбанного описания? Ну, хотя она вот тут вроде бы по картинкам показывает, что вот здесь... А, я не знаю, курсор-то у меня захватывается или нет. Здесь вроде бы вот самая левая крайняя на вот этом рисунке показывает, что это все-таки аптечка. Ладно, давайте возьмем вот эту штуку. Так, удерживайте F, чтобы получить доступ к платформе навыка. Или верните назад, чтобы выбрать другую платформу. А, вот это дымовуха. Это че? О, неплохо. Это че? Слушайте, ну, химустановка выглядит очень перспективно. Ну, брать ее только ради лечения. Ладно, давайте поиграем через вот эту. Или лучше вот эту взять. А, модуль поджигатель испускает горючий газ, который можно поджечь с помощью выстрелов, выстрелов и так далее. О, слушайте, так эта штука классная оказывается. Модуль подавитель испускает липкую пену, обездающую цели. Так, окислитель. Использует облако едкого указа, которое повреждает броню и объекты навыков, а также наносит постепенный урон. Так, ну вот это лечение, понятное дело. Блин, я очень надеюсь, что их можно чередовать. Давайте, наверное, возьмем вот эту штуку. Вроде как выглядит интересно. А, вот, держать надо. Так, получив доступ к новой платформе навыков, вы можете изменять функционал с помощью модулей. Для доступа к модулям навыков добавляйте спецтехнологии, участвуя в соответствующих операциях, повышая свой уровень и обыскивая определенные места. А потом относите спецтехнологии на операционную базу. Завершить обучение. Так, преимущества. Это пассивные бонусы, так или иначе повышающие характеристики вашего персонажа. Я люблю пассивки. Так, получение доступа к преимуществам. Получить доступ к преимуществам можно при помощи спецтехнологии. Делать это можно в любом порядке. Так, уровни преимущества. У некоторых преимуществ есть уровни улучшений. Чтобы получить доступ к более высоким уровням, сначала нужно разблокировать предыдущие. Вот отстой. Требования. Для получения доступа к некоторым преимуществам нужно выполнить дополнительные условия. Так, далее. Мгновенный эффект. После активации преимущества, его эффект сбрасывается мгновенно. Получение преимущества навсегда остается активным. Ну, давайте вот это. Раз уж мне навязчиво дают вот эту штуку. Ячейка оружия. Так, спецтехнологии... А, чтобы раздобыть спецтехнологии, участвуйте в операциях спецотряда. Повышайте свой уровень и обыскивайте места, где хранятся контейнеры с ними. Собрав достаточное количество спецтехнологий, вернитесь к... Интенденту... Интенданту... Чтобы получить доступ к новым преимуществам. Ни фига не понял, но звучит интересно, да. А что я еще могу себе позволить? Что-нибудь из навыков. У меня есть еще одно очко. Давайте самонадящиеся мины, может, возьмем, или, может, химустановку. Хотя не, химустановку нафиг. Мне от этой химустановки нужна только хилка. Так, дрон. Давайте мины возьмем. Звучит интересно. Ммм, прикольно. Мина с воздушным подрывом. Так, фугазная мина. Ничего себе. Фугазная мина, самонаводящаяся мины с автоматически... ...автоматически наводится на противника, приближаясь к нему на дистанцию поражения. А затем взрывается. Так, самонаводящаяся мина с воздушным подрывом. Приближается к цели, а затем выстреливает заряд, которым можно взрывать в воздухе. А который взрывается в воздухе. То есть вот эта мина взрывается только в воздухе. Но выглядит красиво. А вот эта мина взрывается на земле. Ну, даже не знаю, какая лучше. По-моему, они по эффекту-то одинаковые, только выглядят по-разному. Ну, хотя вот здесь больше противников в радиусе поражения показывают. То есть вот эта мина способна подорвать больше противников за раз. А здесь только одна. Давайте все же против количества возьмем. Давайте, хочу эту мину. Угу. Хорошо. Так, преимущество. Что здесь еще? Ячейка навыка. Давайте ячейку навыка откроем. Есть. Так, навыки. Ну-ка, список персонала еще такое. А, здесь все. Ясно. Так, хорошо. Я доволен собой. Что это? Ну, в принципе, карта выглядит почти так же, как и в первой части. Хотя нет, персонаж здесь более детализированный. А там персонаж был схематический. Лол, здесь что, три темных зоны? Слушайте, это выглядит очень интересно. Несколько зон ПВП, значит, будет. Ну, ладно, пойдемте. Туда, куда нас посылают по заданию. Ребят, не знаю, пройдем ли мы всю бету или нет, но я постараюсь уделить этому больше внимания. Кстати говоря, вот как мне открыть... Что это? О, кстати, вот другие игроки, кстати, появляются. Ладно, выходим от седова. Все-таки другие игроки будут здесь встречаться, но вот, насколько мне известно, если вы находитесь не в темной зоне, то это зона, зона ПВЕ. Здесь игроки не дерутся друг с другом. Их можно встречать, но они просто, знаете, так, тела. ПВЕ-задание, насколько мне известно, из первой части можно выполнять кампанией. Слушайте, мне нравится мое оружие. Ну, у нее отдача... Ну, у нее, у него не такая сильная отдача. Ну все, пацан, дальше сам я тебе подцепил маленько. Давайте немного оглядимся. Слушайте, довольно красиво. Солнечно, правда. Не чувствуется, что это апокалипсис. Ну, вернее, как это чувствуется, конечно, что это апокалипсис, но я больше привык, что апокалипсис, он такой, ну, знаете, более мрачный, что ли. Нашу крысу можно убить. Хорошо. Блин, мне нравится вот такая вот обстановка. Так. Не-не, подожди, спрячься обратно. Давайте мину испытаем новую. Блин. Ладно, без мины тогда. Ну, если бы в голову попал, то добил бы его. Ну, урони себе гранату под ноги. Ладно, не важно. Вода какая-то зелёная. Слишком зелёная. Чё с водой? Ладно, закроем на это глаза. Нет, слушайте, чё-то... Мне кажется, здесь... По-моему, всё должно было выглядеть не так. Ну, ладно, оставим это пока что на совести беты. Пойдём, лошадь, дальше. Слушайте, довольно красиво. Чё это за зелёный дым? Это токсин какой-то? Хотя, вот банка с краской вроде как. И это нам показывает, что здесь какой-то запах. Или это предупреждение о том, что здесь есть где-то противники неподалёку. Такс. Ну, давай. Покатилась, покатилась! Так, ну, вроде бы, одного положили. Он чувствует себя бессмертным. Сколько можно принимать в голову и не догнуть? Ауш. Так, я предлагаю со следующей волной противников испытать газилку, вот эту нашу, другую способность. Как она, блин, называется-то? Ладно, не суть. На ешу, которая делается. Кто там воюет уже без меня? Так, ну-ка, давай-ка. Очень долго действует. Готов. Так, это свой. Сигнал сработал у машины. Так, это все? Господи, как у тебя сигнал сохранилось? У тебя колес даже нет. Что здесь? Эхозапись, активировать. Я хочу обратиться к работе. Спасибо за движение, Манни. Время, Велик. Вы приходите за динам? Не, не, не. Я хочу быть с Национальной губами. Они боятся, что они будут называть в городе в Курантине в Нью-Йорке. Окей. Это серьезно. Это флю. Вы помните, флю? Все, что не было. Вы не будете удивлять. Вы увидите. В пару месяцев, никто не будет помнить что флют был. Какой-то, 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 какой-то. Какой-то, какой-то. Ты знаешь, какого-то, какого-то, Прикольно. Вот такой спецэффект. Так, я надеюсь, это всё. Нет? По-моему, всё. Ладно, идём дальше. Нам бы желательно не останавливаться вот на таких вот журналах, назовём их так. Ханн, монумент. Так, это свои, да? Извините, ребята. СМС-ка. Как дела, ажент? Приятно видеть тебя. Да, приятно видеть тебя тоже. Ажент! Хотел проверить? В другой раз. Я... я по делу. Мне надо нажать кнопку на неписи. Давай быстрее залезай. Я думаю, что это будет. Подождите, то есть у нас будет сейчас не одна база, а несколько? Я думаю, что у нас будет несколько. Представьте, сколько здесь дрочего будет. Улучшай это, улучшай это, потом улучшай вот это, потом вот это. Деваха лежит, загорает. Е, нормально. Что это за зелень? Я не могу понять. Это... это садик какой-то или... или просто цветочки? Хотя, вроде, как не огорожено и... Но, возможно, они какие-то травы собирают. Может, это какая-то лечебка? Агент, здесь! Чудо потом, блин. Да, слушайте, здесь выращивают траву, которую посылают в Ракун-сити. Я уже на полке там заметил горшок с травой. Господи, какая же ты страшная. Я должен был с ней. Я должен был с ней. Но я бы только сломал ее. Я знаю, что у тебя свои проблемы с теми. Но... Эти хиена-мотерфакеры меня взяли. Иди к мне. Агент, следуй. Если вы сможете, я буду с твоей стоимостью. И я всегда платила мою стоимость. Очень содержательный диалог Очень много было сомнений от нашего персонажа О том, правильно это или нет Ладно, короче Не будем забивать голову подобными мелочами Что наш герой абсолютно безликий Так, поселение дает Организационный отпор агрессивным группировкам Действующим в городе, понятно В них доступны различные основные и побочные операции А также другие занятия Понятно С вашей помощью поселение будет развиваться И представлять персонал для операционной базы Ясно Здесь фармятся люди для базы Так, ну ладно, я понял, что туда надо идти Хотя бы заботливо кидать метки на карту Куда надо трапать Нет Давайте не будем отвлекаться на дополнительные задания Катарелла спустится А, самому надо Хакай Слушайте, а здесь что-то подобие кухни, да? Ммм, вкусно пахнет Извините, но мы не принимаем ворота на данный момент Мусор Мусор, мусор Можно прямо валяться в нем Ненавижу мусор Так Я покопался в мусоре Почему не дали за это ачивку? Хотя, вроде как первая часть хвалилась такой находкой Типа, вот смотрите, у нас есть мусор А я буду ковыряться в этом мусоре Ладно, идем дальше Прикиньте, вот такая машина на голову кому-нибудь свалится Вот смех это будет Посмотреть на отель Окей Ой-ой-ой Это противники, кажется Есть Главное, что с одной обоймы я забираю одного челика Да покажись ты Блин, она прицелится, даже мне не дает Так, ну в эту зону лучше не наступать Так, есть кто живой Припасы дают заботливо пополнить Да, в постапокалиемся Везде по городу раскиданы синие ящики, в которой лежат боеприпасы Как удобно Не надо рыскать по углам, искать их На вот тебе Так, кажется я понял, как управлять миной Ну пока жесть Только высуни свою головешку, я пристрелю тебя Больно очень А, страшно, да? Можно Это психологическая атака, менять укрытие поближе к противнику Не поняла Так, мало здоровья Очень больно На вот тебе гранату Наслаждайся, чмошник Бам Ну откуда? Убить? Это я могу Я за этим сюда пришел, чтобы убивать Да, отлепись ты от укрытия Мусор Так, давайте По-моему я Ребят, ничего не хочу сказать По-моему в первой части Первой миссии было проходить в разы сложнее Я не знаю, почему у меня такие ощущения Но Есть что-то такое Так, а, смотрите Вон там босс, кажется, стоит Так, как нить задействуем Ага, давай Смотрите, она перепрыгнула И помчалась Бам Добить Засранца На Они сами себя подорвали Слушайте, полезная штука Что-то пикает А, это не ко мне Так, вот это уже Для меня Слушайте, ребят Не знаю, почему Но мне кажется Во второй части Дивижна Стрелять как-то поприятнее Чем в первой Я не знаю, почему у меня Такие ощущения Но Есть такое Отходим Идем на сближение Сейчас я туда Мину закачу А, еще В откате Под ноги Себе уронил Разбежались Засранцы На Наслаждайся, урод Само себя Ой, ошибка Стоять без укрытия Игрок сразу Таких забирает Не отпускает Перебежать Нельзя стоять В этой игре Без укрытия Хоть защит Хотя бы спрятался Совсем что ли Нету инстинкта Самосохранения Так, откуда Стреляет последний Не могу понять Там можно полечиться На В Удерживать Оп Есть Все Девушка моя Снова Жива Как корова Давай Влазь Гранату Уронил Готов Есть 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 Так Что у тебя Тут Что здесь Взять Все На базе Будем разбираться С лутом Слушайте А давайте Пошастаем Может быть Здесь Какой-нибудь Лут Валяется Там Не знаю Дополнительные Гранаты Например Или Может быть За исследование Дадут Какую-нибудь Икс Не знаю Вроде бы Ничего такого К глазу Не цепляется Ладно Просто Идем дальше Тогда Можно Сыграть Давайте Проверим Звучит Или нет Не Противник Рядом Так Я готов Давайте Так Первый Второго Так Следующего Джентльмена Сюда Пожалуйста Сам Скрую Дерьмоед Ну Наверх Тогда Знаете Чем-то Дивижн Еще напоминает По антуражу Мне The Last of Us Это Наверное Будет Хорошо Чувствоваться На улице Нежели Внутри Но Я думаю Еще Обратим На это Внимание Когда Будем На улице Так Здесь Кажется Арена Да Очень Много Мопов Ой Как Неаккуратно Ой Ненормально Отпрыгнуть И занять Другое Укрытие На Если он Выстрелит То Так Ну Я думаю Эта граната Не должна Меня достать Я даже Отвернусь От нее Эть Да Что такое Не могу Управлять Персонажем Может Это Эффект От Это Давай Поехала Митка Хорош Хорошая Штука Она мне Нравится Выглядит Довольно Забавно Так Кто В меня Стреляет Да Откуда У вас Там Прет Есть Ближе Надо Вставать Ого Молотов Летит Что Ли В Нижнего Ни разу Не попал А Тихо Да Что Так Как Как Они попадают В меня Так А я Я кровью Что ли Истекаю Или Или это Какой-то Эффект Я словил Или Была Агония Короче Я ничего Не понял Я ничего Не понял Но Было Интересно Взять Все Так Здесь Взять Все Я даже Смотреть Не буду Что я Подбираю Потом Разберемся Это Аптечка Полезно Так Здесь Аптечка Полезно А Здесь Что Пустая Комната Бесполезно Так Нам Наверх Надо Может Где-нибудь Ящик С Бредприпасами Стоит Так Неприметно Вроде Так Обглядываю Беглым Взглядом Но Не Видно Потому Что Вот Он Стоит Все Я Готова Поехали Дальше Все Пакеты Помечены Каким-то Знаком Похоже Либо на Звездочку Либо Знак Анархии Ого Так Это по Мне Да Это по Мне А как Ты Смотришь На то Чтобы Получить Гранатку Туда На Ам Нам Какая Вкусная Граната Бам Слушайте У меня Пробивает Он Меня Сильно Пробивает Ладно Как Смотришь На То Чтобы Вот Эту Штуку Себе Впитать В себя Задолбал Короче Стреляет И стреляет Стреляет И стреляет Сам Глав Попадает Еще Блин Да Че Это За Укрытие Которые Не Защищают Меня От Пуль Есть Куда Все Пошкирились Давайте Вылезайте Из-за Своих Укрытий Больно Лучше Вылечиться Я Не знаю Почему Здесь Такие Дрявые Укрытия А Меня Забыть Спросили Как Я Здесь Вообще Воюю Задание Для Вас Уполняем Между Прочим А Че Делаете Вы Вы Хотите Убить Меня Офигеть Лифты Работают Едем Наверх Окей Едем Так Едем Не выходите Взаимодействовать Блин Вот Называется Шарахнули Так Шарахнули По лифту Уже Проехаться Нельзя Наш персонаж Хорош Додумался Ехать На лифте Так 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 Давай Всех Три Всех Три Сейчас Хорошо Вот Это Была Хорошая Мина 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 Где Они Не Вижу Ага Ой Как Горят Так Один Сгорел Второй Не Сгорел Ну ладно Ясно Используем преимущество третьего лица Заглядываем за угол Ты то тут откуда взялся Так Вроде бы Противников нет Окей Соберем лут Какой Видим Так Здесь вроде бы Рюкзак Новый Но Видимо Переодеваться Можно на базе Так Вот Значит Здесь все таки Можно лутаться Пистюлет Новый Новый Пистюлет Взять Все Я обожаю Новые Пистюлеты Так Как мне поменять Пистюлет Вот так Вот Да Используется Так А не Снаряжение Можно менять Прям на ходу Но Вот этот Рюкзак Дает Больше Броней И он Вроде Как Выглядит Даже Компактней Что ли Как Школьный Рюкзак Ладно Давайте Его Возьмем Так Будем Брать Все Самое Лучшее Это Что Так Ну Вот Эта Броня Явно Получше Моей Слушайте Приятно То Что Предметы Внешне Тоже Отличаются Так Наколенники Так Ну Вот Эти Покажется Самые Лучшие Наверное Их Возьмем А Вот Эти Две Штуки Продадим Так Что Это Контейнер Опытного Агента Пока Не будем Открывать Так Шмот Новый Есть Так Что Здесь Это Эмоции Посмотреть Блин Серьезно На Телефон Блин Эмоции Чё Машет Малой Рукой Эмоции Видимо Включили В качестве Компенсации Того Что Персонаж Не умеет Разговаривать Вот Отстой Так Пистолет У пистолета Как говорят Бесконечные Патроны Но Я возьму Привычную Винтовку Я У меня Субтитры Калсо Ты Сейн? Я не знаю Как он выглядит Но Там Есть Много Хостилов Не Не Для Ладно Ой Сюрприз Мужики Даже Я Не Ожидал Вас Здесь Встретить Плохая Идея Атаковать Меня Вблизи Так И последний Здесь Вроде бы Был Ага Вроде бы Чисто Знаете Первый Дивижн Ой Первый Говорю Второй Дивижн В принципе Играется Точно Так Как и Первый Если Вы Очень Много Времени Играли Первый Дивижн То Мне Кажется Во втором Вы Очень Быстро Осво Играли Потому Что Ну Явных Отличий В Геймплее Я Не Наблюдаю Вот Сколько Уже Играем Everybody Here Ящик С Боеприпасами Скоро Будет О Стемнело И Дождь Пошел Вот Игра Сразу Стала Лучше Выглядеть Внимание Нет Зоны Возрождения А Возрождение Ох Ну Поехали Ну Прыгай Урон Падения Как Как Не Слезть Так Вот Ящик Ну Давай Говори Куда Стролять А Ты Тут Посидишь Окей Сиди Я В принципе Не Возражаю Так Вон Там Вижу Кого Ты Ж Не Будешь Стрелять Без Меня Правильно Так Сперва Прячемся Вот Сюда И Давайте Минку Куда Нибудь Закинем Ой Спасибо Бот Сорвал Всю Стелс Операцию Вперед На Так Хорошо Горит Слушайте Мне Нравится Вот Этот Пистолет С кем Веществами Ой Картинка Что С тобой Смотрите Полез 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 Ага Да Сдохни Так Надо Ближе Подходить Так Я Буду Их Долго Говырять Музыка Сейчас неплохая Играет Довольно Да Блин Я все Пытаюсь Поймать Его Голову Ну Подловить Когда он будет Высовываться Из-за Укрытия Он Скотин Только Не Усовывается Не Поняла Откуда Прилетела Господи Мы Этого Дохлого Бота Не Можем Забить Бота Укрывается Он Ил다 Подборэк Укрывается Походим Забить Голос Илли Бало Ага Давай, туда. И вот эту штуку ему... Оп. Блин, здоровья мало. Укрытие не очень хорошее. Все равно урон принимаю, по рукам бьют. Да на тебе гранату, короче. Туда. На. Да, гори, гори. Очень больно. А чё, где тут бут, который отважился мне помогать? Укрытие другое занять. Здесь меня слишком сильно прошивают. Давай наверх. Аптек то и нету. Да уйди отсюда, это моё укрытие. Встал там, понимаешь ли. Готов. Ну, теперь простые мобы. С ними-то я думаю, справимся быстро. Полез куда. Ух. Всё нормально. Блин, ну вроде бы их убиваем, убиваем. И такое впечатление, что они вообще не заканчиваются. Готов. Так, там чё-то зелёное лежит. Видимо, чё-то вкусное. Это надо забрать. Что здесь? Надо взять всё. Так, аптечки обязательно забираем. Так, ну и давайте смотреть, чё мы тут понабирали. Персонаж. Так, что это? Респиратор. Респиратор. Берём. Так, новые наколенники. Зелёные. Да, второго уровня. Берём. Ух, девочка моя. Чувствуешь ты, как ты становишься толстой? Да, наслаждаясь этим. Толстые люди более неубиваемые. Элинор? Да ты пушку-то опусти. Кто, кто ты? Что происходит? Она в шоке. Я беру её вниз, когда она готова. Давайте встретимся в театре. Окей. Вернитесь в холл. Хорошо. Возвращаемся в холл. Чё-то взорвалось. Ух, ухо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Угу. Так, по-моему, это ещё не всё. Вроде бы с улицы должны нас переть. Вызвать лифт. Опять лифт? Может, не стоит? Может, по лестнице? Я бы в постапокалипсисе, если бы лифтам не доверял. Да, идут противники. Забаррикадируйте дверь. Как? Я готов баррикадировать дверь? Так, как баррикадировать дверь? Как? М-м-м. В смысле, я не перезарядилась? Мэн даун, да. Известно, что он дал. Угу. Ой, в голову, как много. В это, впитал. Сейчас я его быстро-быстро-быстро. Куда ты собрался? Получен запрос помощи. Мне бы самому помощь не помешала. Так, вот тебе граната. Оп, давай туда. Ой, ой. К самому вкусному потянулась. Сишь ты какая? Нет, нет! Так, может быть мне тоже можно сесть за пулеметик? Взаимодействовать? Да, можно. Давайте, я готов. Выбейте забаррикадированную дверь. Ясно, как это делается. Готово. Готово. Но 2-ой дивизион пока что предварительно играется поприятнее, чем 1-ой. Я не знаю с чем это связано. Может быть это звуки, может быть это цветовая гамма. Но играется приятнее. Не смотря то, что здесь вроде бы геймплей один и тот же. Я отвернула тебя. Одесса? Келсу, у меня есть новое для тебя. У нас есть Эленор. Она в порядке? Она в порядке. Я приведу ее домой. О, Господи. О, спасибо Богу. Она тоже. Мы издадим этот столь длинный квест. Слушайте, мне кажется, в компании друзей здесь будет очень приятно стреляться. О, кто это? Она даже ничего не поняла, бедняга. Ну вот откуда он стрелял? Да черт его пойми. Вон он. Автоматик какой-то новенький. Ммм, это парковка. Я-то думал это метро, уже хотел спуститься. Посмотреть, что там. Странно, знаете что? Что портфель добавляет брони. Я не знаю, почему ко мне именно сейчас пришла эта мысль. Обнаружено мобильное устройство. Капец, смотрите, здесь целая стена из мусора. Дизель, когда он спросил, почему ты их убил? Я не убил их. Они убили. Они убили. Что они убили? Я не знаю. Некоторые убили. Я не думал это их именами. О, но они должны были вовремя. Потому что, черт, когда они снили кровь, это было часа. Ладно, еноты хорошие. Еноты убивать не будем. Я просто вот сейчас останется не послушать, а вот полюбоваться вот на это вот все. Слушайте, есть в этом что-то такое красивое? Не находите? Немного антуражем, да, я уже оговаривался, напоминает The Last of Us. Мне нравятся вот такие проработанные миры, именно внешне, которые напоминают просто покалимся. Ну ладно, я не буду убивать животных. Животные хорошие. Монумент. Чё за монумент? Театр обнаружено. Окей, обнаружено, так оно обнаружено. Привет! Трювейд! Сейф-эреа детектит. Сейф-эреа детектит. Ха-ха-ха-ха. Мне нравится вот наша ИИ, которая с нами разговаривает. Сейф-эреа детектит. Ха-ха-ха. Таким прикольным голосом. Что такое? Новая крыша барбекю. Гидропоника. Я знал, я знал, что они выращивают траву. Гидропоника. Мне дадите занюхать? Так, сладенько, давайте пока что не будем здесь набирать квестов. Давайте сходим по основному квесту, сдадим его. Кстати, куда нам его толкать? Вот сюда, в эту сторону. Вот сюда, в эту сторону. Нет, это не так. Но если мы потерялись... Хорошо! Хорошо. Хорошо. Мы, наверное, хотим спасти некоторых людей. Я буду отсюда. Угу. А мне ещё предлагаешь здесь сделать... Поговорить с ней по душам? Ну, я не Майя, между прочим. Она сказала, что ты делала свою часть. Я не забуду его. Да-да-да. Заворачивай мне грузовик гидропоники. А лучше два. И ты в расчёте. Так, чтобы к завтрашнему утру два грузовика гидропоники. Так, театр. Теперь нам надо, я так полагаю, на базу. Так. Доступны новые военные операции. А, основные операции, чтобы предложить... А, предпринятие. Дальнейшие шаги в положении обстановки в поселении. Участвуйте в основных операциях. Так, доступен новый навык. В участвовательных операциях вы также получаете доступ к новым платформам и навыкам у Индентанта. Угу. Нанимайте сотрудников. Когда положение дел в поселении улучшится, вам могут выделить сотрудников для операционной базы. После каждого улучшения вы можете посетить поселение и нанять нового сотрудника. Услуги сотрудников. Когда на операционной базе появляется новый сотрудник, вам становится доступна новая услуга, например, создание предметов. Эти услуги позволяют вам ещё больше усилить своего агента и принять участие в новых мероприятиях. Так, спецтехнологии. Участвуйте в операциях спецотряда, вы получите спецтехнологии. Это ключевой компонент в арсенале агента. С их помощью у Индентанта можно получить доступ к новым модулям навыков и преимуществам. Сверхтехнологии. Вы также можете получить сверхтехнологии, участвуя в побочных операциях спецотряда, повышая свой уровень и осматривая места, где находится контейнер с ними. Ок. Так, куда нам? Чё это? Опорный пункт. Где мышка моя? Вот она. Белый дом. То есть, я так полагаю, Белый дом – это наша основная опорная точка. А всё остальное – это что-то типа, ну, фортпостов, что ли, не знаю. Ладно, ребят, давайте пока что на этом остановимся. Так, мирный житель дал вам ракетницу, чтобы вы могли освободить контрольные точки, захваченные враждебными группировками. Чтобы освободить контрольную точку, пройдите к ним, выстрелите из ракетницы и победите находящихся там противников. Сохват контрольных точек не только ослабляет врагов, но и открывает доступ к ценному снаряжению и ресурсам. Ммм, надо бы туда сходить. Я люблю хорошее снаряжение. Ладно, ребят, давайте на этом уже точно остановимся. Большое вам спасибо за просмотр. С вами был игрок, игра Tom Clancy's The Division 2. Открытая бета. Бета продлится до 4-го числа, так что, если ещё хотите, ещё есть время. Ещё есть время поучаствовать. Всего хорошего и пока-пока. Гидропонику там никто будет заворачивать.